Характер предстоящей недели будет задавать ретроградный Меркурий, который вошел в свою затяжную фазу. Это не самое лучшее время для начала новых дел. Зато наиболее подходящий период для работы над ошибками и исправления недочетов прошлого. Я дам совет каждому знаку зодиака, за что ему нужно попросить прощения, чтобы не случилось ничего плохого на предпасхальной неделе. А также поделюсь астропрогнозом для представителей всех знаков зодиака. Овен. Овнам, известным своим спыльчивым характером и крутым нравом, следует попросить прощения за излишнюю категоричность и агрессивность. За случайно брошенное грубое слово. Хватит кричать и возмущаться, иначе развод неминуем. Звезды рекомендуют овнам не проявлять хамства в семье. Не грубите близким, следите за своими словами. В общем, будьте осторожны. Астропрогноз для овнов. На предстоящей неделе вероятны денежные поступления. Кошелек овнов может существенно потолстеть. Не торопитесь тратить полученное на мелочи. Вскоре вам эти деньги понадобятся на выгодную крупную покупку. Телец. Вам стоит попросить прощения за недоверие и подозрительные взгляды, которыми вы часто обижаете близких людей. Так вы растеряете всех, кого любите. Больше доверяйте им и обращайтесь за помощью. Их советы окажутся чрезвычайно важными для вас в трудную минуту. Именно в этот период вы поймете, что родные – это самые близкие люди, которые в любой момент могут выступить надежной опорой и прийти на выручку. Астропрогноз для тельцов. Вы сильно устали за последние две недели. А состояние хронической усталости может привести к вспышкам неконтролируемой агрессии. Звезды советуют отправиться в кино на выходных или посвятить больше времени своему хобби. Близнецы. Близнецам придется отвечать за пустые разговоры, а также за распространение слухов и неправдивой информации. Возможно, вы кого-то случайно обидели, вовсе не желая этого. Попросите у него прощения. Старайтесь меньше говорить и больше слушать. Вы слушаете каждого человека, обратившегося к вам за помощью. И тогда вы подниметесь в глазах окружающих еще на одну ступень выше. Астропрогноз для близнецов. Знакомство, завязавшееся на этой неделе, получит романтическое продолжение, если вы проявите инициативу. Вероятны и также удачные покупки. Вам подвернется крайне выгодное предложение. Не отказывайтесь от него. Рак. Рак противоречив. Ему свойственны резкие смены настроения. На прошлой неделе вы то беспричинно веселились, то неожиданно задумчиво замолкали. Чем часто обижали близких людей, не понимающих, чем же они задели вас? Возникали обиды и недомолвки. А потому попросите прощения за перепады настроения. И объясните, что это никак не связано с поступками и словами любимых. Потом, конечно же, обнимите и поцелуйте их, они все простят. Астропрогноз для раков. Некоторые раки получат поддержку влиятельных людей. Найдут новых состоятельных союзников и покровителей. Не исключены приятные знакомства, которые положат начало новым романтическим отношениям. Лев, львы бывали не просто щедры, а демонстративно щедры. Вы часто себе позволяли покупку дорогих вещей, которые сильно били по семейному бюджету. На этой неделе просите прощения за чрезмерные траты. И впредь будьте более внимательны к финансам. Возможно, еще одна пара туфель не помешает. Но под какое платье вы их будете носить, может, пора остановиться? Сэкономите на малом, приобретете большее, причем в ближайшее время. Астропрогноз для львов. На этой неделе велика вероятность конфликтов с близкими. Чтобы избежать ссор, не слишком активничайте. Дайте возможность любимому человеку проявить инициативу. Дева. Для представителей этого знака последние две недели выдались довольно нервными. Девы часто впадали в состояние, близкое к истерическому. Чрезмерная возбудимость могла сильно повредить вашей личной и деловой жизни. Попросите прощения у друзей и близких за повышенный тон, который вы и позволяли себе в разговоре с ними. Улыбки и хорошее настроение гарантированы на всю неделю. Астропрогноз для дев. На этой неделе в сердце дев будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что они делают. Даже самые обыденные, рутинные дела, генеральную уборку, стирку или покупку продуктов вы сможете превратить в праздник, если хотя бы на неделю вы сможете перестать придираться к мелочам. Весы. Весы продолжают хронически опаздывать, постоянно извиняясь за задержки. То маршрутку пришлось долго ждать, то проверять, выключены ли утюг. Вам пора вынести уроки и исправить ситуацию. Иначе успеха в делах не видать, как своих ушей. Попросите прощения у друзей и знакомых за свои опоздания. Предстоящая неделя – самое оптимальное время в году, чтобы избавиться от вредной привычки, приходить позже. Астропрогноз до весов. Во второй половине недели вам предстоит преодолеть немало испытаний. Старайтесь действовать проверенными методами. Избегайте ненужного риска. Чрезмерные физические нагрузки в это время нежелательны, поскольку могут навредить здоровью. Скорпион. В последние месяцы вы очень много внимания уделяли друзьям. И это было оправдано. Они действительно нуждались в вашей помощи. Частые отлучки к приятелям могли, конечно же, спровоцировать ссоры в вашей семье. Поэтому Скорпиону надо попросить прощения за те оскорбления, которые случайно слетели с языка и больно ранили его родных. Его дипломатические способности могут свести все обиды к нулю. Астропрогноз для Скорпионов. Гороскоп на этой неделе склоняет к тому, чтобы заняться финансовой сферой, навести порядок в денежных делах, принять решения о крупных покупках и отправиться по магазинам. Любые операции с деньгами будут успешны, кроме азартных игр и подписания кредитных договоров. Стрелец. У стрельцов в последнее время могли обостриться отношения с детьми, особенно если в семье есть подростки. Ваши колткости насчет странных причесок или неправильных ударений в словах могли больно задеть их. Возьмите себя в руки, признайте ошибки и попросите прощения за бестактные замечания, сказанные в присутствии посторонних. Отношения с подрастающими детьми и окружающими сразу пойдут на поправку. Астропрогноз для стрельца. Если вы хотите, чтобы неделя прошла позитивно, постарайтесь держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Не вступайте в споры с окружающими. Все равно ваши аргументы никто не услышит. Звезды советуют внимательно слушать. Меньше выболтайте, зато больше узнаете. Козерог. Прошедшая неделя была довольно удачной для козерогов. Кому-то удалось расплатиться по кредитам, кто-то сбросил лишние два килограмма, а кого-то порадовали первые деньги за самостоятельно сшитое платье. Козерогов вдохновили на эти поступки близкие люди. Но в повседневной суете они забыли поблагодарить их за поддержку. Если сейчас же не исправить положение, успех растворится, как и не было. Срочно попросите прощения у родных и друзей за свою неблагодарность. И впредь будьте к ним более внимательны. Астропрогноз для козерога. Предстоящая неделя будет суетливой для исполнительного козерога. Пытаясь переделать все дела и выполнить все намеченные планы, не забывайте о своем здоровье. Главное – ложитесь спать в строго определенное время. Иначе возможны головные боли, состояние повышенной тревожности и нервные срывы. Водолей. Водолеи – вы чрезвычайно разговорчивые люди. Само по себе бы это качество не было бы проблемой, если бы в азарте вы не пообещали сделать то, чего выполнить не в состоянии. Помочь кому-то с ремонтом, например, или занять денег. Возможно, осознав ошибку, вы даже прекратили общение с этими людьми. Восстановите свои отношения. Позвоните, попросите прощения за невыполненные обещания и договоритесь о новой встрече. Астропрогноз для Водолея. Неделя обещает быть удачной. Вы без труда найдете общий язык с окружающими. И успеете воспользоваться этим в своих интересах. Возможно, вы давно хотели поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею. Если так, то лучшего момента не найти. Рыбы. Рыбы порой идут на поводу у собственных слабостей и совершают поступки, за которые потом приходится краснеть. То ли сказали о ком-то дурное слово, но не со зла. То ли выбросили бумажку мимо урны. Другой бы сделал и забыл. Но рыбы – знак совестливый и мнительный. Они будут ворочаться всю ночь без сна, с навязчивыми мыслями. Ну зачем я так поступил? Чтобы не мучиться угрызениями совести, попросите прощения за неблаговидные поступки. Только сделайте это от чистого сердца. Астропрогноз для рыб. На этой неделе вы почувствуете слабость и неуверенность в себе. Простейшие вопросы – что приготовить на завтрак или что надеть в среду – вызовут бурю противоречивых эмоций. Звезды рекомендуют два варианта. Либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по спорным вопросам советоваться с близкими. Первый вариант предпочтительный. Редактор субтитров А.Семкин